В начале встречи была трехсторонняя Алиев Пашинян Ашар-Мишель. Позже к ним присоединились президент Франции и канцлер Германии. Пара протокольных фотографий, дальше разговор за закрытыми дверями. Впрочем, о чем будут говорить, было заявлено заранее. Разблокирование региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитация обеспечения безопасности границ, соглашение о нормализации отношений. Политолог из Праги Иван Преображенский еще до саммита со скепсисом говорил о шансах на то, что Баку и Ереван придут к общему знаменателю. Накануне, точнее, московской встречи Пашинян говорил о том, что в Москве они точно ничего не подпишут, но есть надежда на Кишинев. То сейчас он уже говорит о том, что Азербайджан уходит от уже третьего варианта соглашения, на столе уже, по сути, четвертый вариант соглашения, и каждый раз не удается до конца договориться, из чего он заключает, что, скорее всего, пока подписать ничего не получится. Возможно, мы увидим подписание все-таки соглашения скорее в США, несколько позже. И как раз США – это единственная здесь страна, которая, как выяснилось, кроме России и Турции, в состоянии оказать давление на Азербайджан. Председатель Европейского совета Шарль Мишель, выйдя к прессе, по сути подтвердил, стороны ни к чему сейчас не пришли, но шаги делают, и существенные. Эта встреча очень хорошая, подготовительная работа для следующей встречи, которая пройдет в Брюсселе 21 июля. Это значит, что мы очень усердно работаем и намерены достичь позитивных результатов в направлении нормализации отношений. Хочу анонсировать, что намерен пригласить снова президента Алиева, премьера Пашиняна, канцлера Шольца и президента Макрона на полях следующего саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Испании. Это значит, что мы сделаем все, чтобы помочь достичь еще большего прогресса. Журналисты из Азербайджана и Армении, которых на саммите в Бульбаке было немало, тоже сенсации не ожидали. Давид Григорян, журналист первого аналитического канала Еревана, подчеркивает, встреча в Москве длилась всего 20 минут. Сейчас стороны заседали полтора часа. И это о многом говорит. Хотелось бы надеяться, что мы близки к этому, но это не так. Потому что есть геополитические центры, каждый из которых желает, чтобы проблема решилась так, как она представляется. То есть стороны не пришли к какому-либо консенсусу. Для Российской Федерации, по сути дела, очень важно открытие коммуникаций. Потому что, как вы знаете, есть очень много санкций, которые Россия пытается обойти. И одна из этих возможных вариантов обойти санкции, это открыть коммуникации на Южном Кавказе. И вот это очень прекрасный шанс для Москвы с помощью и за счет, может быть, даже Республики Армения решить этот вопрос, будучи очень, скажем так, близких к союзнических отношениях с Баку. Проект «Зангизурский коридор» с его открытием Евросоюз получит прямой транспортный маршрут в Китай в обход России через Турцию, Азербайджан, Каспий и Центральную Азию. Это важнейший фактор, который обезопасит Европу от энергетического шантажа России. С началом полномасштабного вторжения в Украину, одной из основных стран, через которую Европа замещала российские энергоресурсы, был Азербайджан. Таким образом, Баку поставляет нефть и газ в Румынию, Хорватию, Болгарию, Чехию, Австрию, Германию, Грецию, Испанию, Ирландию, Португалию и Италию. Ведутся переговоры с Молдовой, Венгрией и Албанией. В прошлом году объем поставок азербайджанского газа в Евросоюз превысил 10 миллиардов кубометров, а к 2027 году Баку намерен удвоить цифру. Азербайджан всегда заинтересовывается в стратегическом сотрудничестве с европейской страны. Более того, в европейской стране всегда они заявили, что азербайджанский газ, азербайджан, вообще-то Азербайджан всегда с ними, для них очень стратегический партнер. В этом партнерстве, конечно, выходит всегда азербайджанский газ. Однако политолог Иван Преображенский считает поставленную цель невыполнимой. Я подозреваю, что это нереально. Я все-таки не эксперт именно в травмопроводных вопросах, но, насколько я помню, они это удвоение планировали уже неоднократно. Они действительно постепенно наращивают поставки, но так, как они планируют вот настолько масштабно, еще ни разу им не удавалось. В принципе, там есть действительно, насколько я понимаю, проект этого паровода на Турцию, но с учетом того, что Россия договаривается с Турцией и сохранилось президентство Эрдогана, который договорился с Россией о создании газового хаба в Турции, скорее всего, дополнительное строительство окажется просто еще какое-то время невостребованным. Азербайджан, хоть и является стратегически важным партнером, находится между двух огней России и Ираном, военно-политический альянс которых противостоит Европе и Украине. Армения тоже давно и основательно находится под влиянием Москвы. Журналист Давид Григорян уверен, в ближайшей перспективе говорить о том, что Ереван станет частью ЕС, западного мира или вступит в НАТО, не приходится. Пашинян ищет политические выходы из этой ситуации, потому что в 2025 году по соглашению российский миротворческий контингент должен, в принципе, уйти из Нагорного Карабаха, если соглашение не будет продлено. Азербайджанская сторона Баку утверждает, что они продлевают соглашение миротворческого контингента, который, к сожалению или к счастью, не имеет мандата там находиться. Они могут просто ноги в руки и потребовать ухода российских войск. Это, конечно, на руку западной стороне, потому что если в Нагорном Карабахе не будет российских войск, если в Армении не будет российских войск, если в Осетии и в Абхазии не будет российских войск, это автоматически будет выходить на то, что Россия уже из региона ушла. Конфликт в Карабахе, имеющий давние корни, обострился в конце 80-х, а в начале 90-х перерос в масштабные военные действия. Еще одна активная фаза была в сентябре 2020-го. После этого большая часть территории перешла под контроль Азербайджана. Недавно Пашинян и Алиев заявили о близости к подписанию мирного соглашения. Я благодарю мою коллегу Ирину Глушко. Разговор продолжим с Андреем. Андрей, переговоры действительно сложные. Сначала в Москве, хоть они и шли всего лишь 20 минут, тем не менее, теперь в Кишиневе и дальше встреча в Брюсселе 21 июня. Почему так сложно? Я думаю, сейчас просто решаются детали, потому что принципиально оба президента и Армении, премьер Пашинян и президент Алиев, они объявили о том, что вопрос в принципе решен. То есть они готовы подписать мирное соглашение, не имеют друг к другу территориальных претензий, Армения отказывается от Нагорного Карабаха. То есть вопрос только дальше уже детали. Где какие могут находиться посты, где какие, может быть, линии разграничения, условно говоря, это село все-таки на той стороне или на этой стороне. Вот эти вот моменты, они сейчас будут решаться. Но я так понял, что в общем-то генеральная линия уже определена, она решена. И думаю, что, может быть, в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен. Скорее всего, они ждали итогов выборов в Турции, потому что, конечно, самый важный игрок сейчас это Турция. И их слово будет там решающим. А то, что не было Эрдогана на саммите, могло сыграть какую-то роль? Или было понятно с самого начала? Не думаю. Если бы нужно было им для решения этого вопроса, я думаю, Эрдоган бы приехал, потому что у Азербайджана очень особые отношения с Турцией. То есть они просто, вот я даже разговаривал с азербайджанцем, они практически считают себя как один народ. То есть если бы им нужно было сегодня ускорить этот процесс, и для этого нужен был бы Эрдоган, я думаю, они бы его очень попросили, и он бы приехал. Скорее всего, не предполагалось, что вот здесь и сейчас нужно какой-то новый прорыв. То есть идет техническая работа. И она, я думаю, завершится в какое-то очень обозримое будущее, может быть, месяц-два, и уже они выйдут на подписание документов. Этот саммит, Эммануэль Макрон, одна из идей, задумывался этот саммит как платформа, где будут обсуждать новый миропорядок, в котором не будет места России. Но если мы говорим об Азербайджане, об Армении, об Армении тем более, это страны, где влияние России велико и все еще велико. Учитывая то, что они находились в Кишиневе, в Бульбаке, на саммите, как-то мы можем подумать о том, что Европейский Союз все-таки играет уже какую-то главенствующую роль или еще нет? Я думаю, что Европейский Союз вряд ли там будет играть главенствующую роль, даже когда Россия полностью уйдет из региона. Все-таки это очень специфический регион. Но то, что влияние России там падает и прямо вот, ну, заметно, это абсолютно, собственно, вообще вот возможность этого мирного договора появилась только благодаря тому, что влияние России критически упало. Потому что раньше Армения в своем контроле Нагорного Карабаха опиралась исключительно на авторитет и силу России. То есть Азербайджан все-таки до какого-то момента боялся вступать в более такое масштабное противостояние. Но, обрати внимание, что это произошло еще до вторжения в Украину 24 февраля 2020 году, вот когда у вас в репортаже упоминается, Азербайджан освободил большую часть Нагорного Карабаха. И Россия никак на это не отреагировала. Да, были заявления, была попытка быть посредником миротворцем, но миротворцы российские там находились. И они не заступились за армян. Они никаким образом им не помогли. И в самой Армении это, конечно, вызвало очень большое разочарование. У них там проходили митинги, что Россия нас предала, Россия нас оставила. И сейчас, в общем-то, вот то, что сейчас происходит, это финальный итог. Потому что ситуация такова. Фактически Азербайджан уже взял весь Нагорный Карабах под свой контроль. Но поскольку идет как бы война, азербайджанцы говорят, так, ребята, раз мы с вами в войне с армянами, мы тогда сейчас вот этот Зангизурский коридор пробьем на Нахичеване, заберем еще и там несколько населенных пунктов. И у нас, потому что Нахичеване, так как анклав, она отделена от основной части Азербайджана, мы сейчас пробьем туда дорогу. Мы же в войне все равно, что нам терять? Как бы так и так война. Армяне разумно рассудили, что это так и произойдет. И силы не сопоставимы. Азербайджан намного в военном плане мощнее, сильнее, чем Армения. Россия им ничем не поможет. Они видели вот в последний год, что даже миротворцы российские при каждом удобном случае делали вид, что их там нет. И азербайджанцы могли решать все свои задачи. И поэтому Армения разумно решила, что нет, давайте тогда подпишем мир. Карабах так и так потеряли, так можем еще потерять этот Зангизурский коридор и еще, может быть, какие-то другие потери. Поэтому, окей, давайте подписываем мир. И, в принципе, Азербайджан это согласился, потому что для Азербайджана принципиально важен был как раз Карабах. И, конечно, Алиев сейчас, ну, он просто, наверное, на пике популярности своей в Азербайджане, потому что он решил проблему, которая длилась много десятилетий. У Пашиняна ситуация намного сложнее, потому что, с одной стороны, мир это, конечно, хорошо, но, с другой стороны, там некоторые патриотические, националистические силы в Армении, они, конечно, этим недовольны, потому что они говорят, ну как ты, сдал территорию. Претензии, на самом деле, не обоснованы. Он ничего по-другому и не мог сделать. То есть, условно говоря, сейчас взять и попытаться опять взять под контроль Карабах, это физически невозможно, потому что еще лет 5-6 назад я видел исследование, где говорилось, что военный бюджет Азербайджана, только военный бюджет, больше, чем весь бюджет Армении по всем направлениям. То есть, представляешь, какая разница. Ну и мы видели в 2020 году, что азербайджанцы воевали с современным оружием, в основном полученным из Турции, а армяне выглядели, как вот, когда кадры показывают у нас войны в 1992 году, вот эти вот советские круглые кадры, каски, старые автоматы, винтовки, то есть, ну, это несопоставимый уровень. И тогда, конечно, у них никаких шансов не было. Поэтому армянское руководство приняло очень тяжелое, политически, как рисковое решение, но, наверное, исторически единственное правильное, что лучше сейчас зафиксировать ситуацию, как она есть, мир, и дальше уже развиваться, ну, как нормальные соседи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова